Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Меня попросили пересадить вот эти вот дендробиумы, которые я получила на днях, на камеру, показать, как я делаю эту посадку. С дендробиумами я знакома уже не первый сезон, с конца 2019 года и вот по 2021 год. Я делаю заказики понемножечку этих прекрасных растений. Мне нравится также, как и фаленопсисы, выращивать этот вид орхидей, с которым я пытаюсь подружиться, понять, как хорошо ему расти в моих условиях. И, конечно же, не забываем, что я рассказываю об уходе, исходя из своих условий содержания. Сегодня я расскажу, как я делала посадку своих дендробиумов, которые живут у меня в коллекции уже практически два года. Итак, эти дендробиумы, которые я получила, и распаковочку вы все видели. Это дендробиум Дорэми. Пришел он вот таким мальцом. Это, видимо, будет миниатюра, миниатюрный дендробиум. И у него бульбочка с две фаланги, но это детки. Это детки, так же, как и фаленопсис, а-ля размер 1,7. У него есть хороший новый ростик, от которого будут идти новые корни. Данные дендробиумы приходят очень часто с открытой корневой системой, могут прийти. А также вот на таких кокосовых пенечках я их называю. На вид они словно древесные пенечки, похожие на трухлявое такое дерево. И, ну, это кокос, скорее всего. С корнями приходят, как обычно, пересушенными, подсушенными, зачастую уже погибшими или отжившими свое. Но имеются хорошие, плотные, твердые, налитые бульбы. После распаковки я полила эти растения способом замачивания. Поместила вот в такие пластиковые стаканчики, налила чуть-чуть воды с препаратом Эпин Экстра. И так они у меня постояли несколько часов. После этого бульбы стали еще ровнее. Они налились и выпрямились. Теперь пришло время, после того, как они были извлечены из коробки, напились водички, были выставлены не на яркое освещение. Постояли до утра. И после чего утречком я их обработала препаратом Акарицидом. Можно использовать любой Акарицидный препарат для этих целей. И теперь вот они уже обработаны, напоенные и напоенные с антистрессовым препаратом. Сейчас настало время их пересадки, посадки. То есть и уже можно располагать на то место, где они будут расти. Мои дендробиумы растут все на искусственном освещении. На стеллаже дневного солнечного света они не видят. И вот в таких условиях я их продолжаю выращивать. У меня был опыт выращивания на улице. Это как бы дендробиумы очень хорошо воспринимают и хорошие перепады температур, и влажность то, что нужно. Но, к сожалению, наверное, нужно какое-то специальное место, до которого не будут добираться всякие насекомые, слизни, улитки и так далее. А также негативно воздействует солнечный свет, слишком яркое освещение. То есть нужно подбирать очень тщательно место и от грозунов, которых я назвала, которые вредят не только листовые пластины, но могут и повредить бульбы, молодые росты. И яркий солнечный свет, также вот этот природный фактор, тоже нужно найти очень хорошее место. Так что пока в уличном содержании я разочаровалась и содержу их на стеллаже. Что мне сегодня потребуется для посадки? Я приобрела вот такие горшочки, мне очень нравится, как дендробиумы себя чувствуют именно в таких горшочках. Вот такой малюсенький горшочек с указательный палец размером. И как раз-таки в него очень хорошо заходит вот этот самый маленький дендробиум Дорэми. Самое главное не выбрать очень большую емкость для посадки, иначе растение будет очень сложно в нем адаптироваться и осваивать все это пространство. Для этого дендробиума я подобрала горшочек чуть большего размера, можно видеть, и оно будет посажено вот в этот горшок. Со временем, когда дендробиум этот перерастет размер этого горшка, то можно будет поместить посадку либо в горшок большего объема, дополнительно обложив корой, или же извлечь. Иногда корни бывают плотно прирастают, присасываются к глине. Тогда можно будет и разбить, или как я уже сказала, в другой горшочек просто можно вставить этот горшочек. В общем, вариантов несколько можно придумать. И я закладываю еще вот такие камушки и обыкновенный лесной мох вот такого зеленого изумрудного цвета. Мох я предварительно... Сейчас вот он у меня высохший, так как собирали мы его уже давненько. Он сухой, шуршит, но вот эти вот пенечки, они напитанные влагой, и полив не будет требоваться еще несколько дней. Так как мох имел очень длинные такие окончания, похожие на корни голые, без вот этой зеленой массы, Их я за кадром уже отстригла и взяла только вот такие красивые, зелененькие, пушистенькие веточки. Ну, кое-где вот здесь пожелтевшие, это ничего страшного. В посадке мох пробудется и будет расти, как только благоприятные условия для него создадутся. И это будет также благоприятно воздействовать на дендробиумы. Итак, в принципе, приступим к самой посадке. Я не рекомендую снимать вот эти кокосовые пенечки, так как после того, была у меня практика, когда я их снимала по неопытности, очень многие, практически все, у которых я снимала эти пенечки, они гибли. У них отсыхали вот тут же эти корешочки. Пусть они на вид даже такие невзрачные, неказистые и кажутся уже отмершими, но все равно растение прекрасно за счет них живет. И вот несмотря на то, что они такие вот сухие, все как бы поврежденные, мы думаем, что они мертвые и не функционируют. Но, тем не менее, бульбу они прекрасно наливают. Значит, корни вполне функционально и справляются со своими обязанностями питать растения. С этим пнем дендробиуму будет легче адаптироваться. Поэтому посадку я делаю именно с этим пенечком. Я закладываю на дно горшка совсем чуть-чуть камушков. Выставляю дендробиум так, что уже от задней, самой старой бульбы, скорее всего, ростовых вот этих почечек больше пробуждаться не будет. И росты будут идти только от последующих бульб. Но бывает так, что и начинают рост от старых бульб тоже молодые ростики. Но, тем не менее, стараюсь более старыми, старшими бульбами прижимать к краю горшка, чтобы было больше места для нарастания новых ростов. И использую кору. Я взяла кору фракции 2,5 сосновая кора. Но предварительно вот такие большенькие кусочки для этого малыша я поломала на более мелкую фракцию. Она получилась не тонкая, где-то 0,5-0,7 сантиметра толщиной. И вот так как бы выкладываю кусочки коры так, чтобы этот пенечек кокосовый зафиксировался в том положении, в котором мне нужно. Ну и естественно, чтобы вот этот молодой маленький ростик смотрел кверху, был горизонтально, вертикально. Так, ну вот таким образом. О, перчатку порвала. Но ничего страшного. Вот такими кусочками. Осталось совсем чуть-чуть местечко. И уже вот в эти кармашки я добавляю немного лесного мха. И мох фиксирую кусочками коры. Самое главное зафиксировать как следует растение. Чем лучше оно зафиксировано, тем быстрее оно приживется. Вот, укладываю кусочки так, чтобы сохранялись и воздушные карманы, и чтобы растение не колыхалось. Все, сидит оно у меня как влитое. Еще чуть-чуть добавляю мха. Этот лесной мох, он идет как микрофлора, что ли такая получается. Дает некую декоративность. И когда посадка оживет, заиграет, так скажем, то он тоже такой очень красивой шубкой растелется по верхней части горшочка. Ну, в домашних условиях, я скажу вам, это очень сложно сделать. До такой степени оживить мох. Если будет уличное содержание, то да, мох здесь вырастет такой очень красивой шапочкой. Ну, и в окончании могу положить несколько камушков дендробиумы. Дендробиумы тоже не против, как и фаленопсисы, но все в разумных количествах. Туда, где предположительно начнут идти корни от молодого ростика, камушки я не закладываю. Сейчас я покажу поближе, как я здесь все оформила. Вот и вся посадочка. Вот таким образом, видите, ростиком молодым теперь есть куда расти. В эту сторону они будут расти. Значит, в этой посадочке растение какое-то время у нас задержится. В тот же самый момент горшок невелик для этой малюсички. Все здесь аккуратненько. И камни я не подложила на дорогу к этому ростику. То есть корни будут расти, струиться вот по этому кокосовому пенечку. И уходить туда дальше, вглубь углубляться. И вот таким образом выглядит посадочка Дендробиума Дорэми. Сейчас сделаем посадочку второго Дендробиума под названием Дендробиум Оранж Пич. Все то же самое. У него, значит, имеются две бульбочки, с которыми он ко мне пришел. Это материнская бульба. И уже видите, растение будет довольно-таки рослым. Уже вот бульба детка, назовем ее. Она вот таких вот немаленьких размерчиков. И ему горшочек чуть побольше. Также на горшочек Закладываю камушки. Чуть-чуть, немного. Примеряю постоянно, потому что если сделать высоко, нам так не пойдет. Если вдруг много, то камушки можно убрать. И вот таким образом посадить это растение. Здесь я могу уже применить кору вот такую, чуть крупнее. Точно так же, просто как следует, фиксирую вот этот кусочек, с которым пришло это растение, кокоса. Добавляю мох. Верх заполняю кусочками помельче. Мишу. Субтитры сделал DimaTorzok И могу добавить несколько камушков Камни можно не добавлять, но мне так нравятся Они придают какую-то природность Я люблю камни И орхидеям тоже нравится, когда им добавляют камушки Когда эта посадочка польется, все дело утрамбуется И будет очень красиво Вот таким образом, очень быстро и нехитро Мы с вами вместе посадили эти бендробиумы И теперь они будут расти, пожевать и добра наживать Вот таким образом получилась такая посадка От этой растюхи будут идти молодые росты То же самое я прижимала этим краешком сюда, старалась И в эту сторону получилось у меня гораздо большее пространство Откуда будут идти молодые росты Они могут появиться с этой стороны, с этой И также в эту сторону будет точка направления роста Ну вот и все Я надеюсь, что вам понравился мой видеоролик Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Пишите комментарии Пишите, как вы предпочитаете сажать свои дендробиумы И как вам удается успешно выращивать эти прекрасные цветы Делитесь своим опытом в комментариях А я благодарю вас за просмотр С вами была Татьяна До новых встреч! До новых встреч!